Горячая линия Горячая линия Александр Федорович, много было и критики, много было и позитивного, много было и интересного и многие в принципе поддерживали ваш отчет. Как вы считаете, что в рамках нашей программы, какие достижения озвученные вами были самыми вескими, которые коснулись каждого нашего жителя города? В первую очередь я хотел бы отметить, что данный отчет был организован в виде некой пресс-конференции, на которой выступал не только я, а выступали члены моей команды. Заместители, которых я назначил уже с приходом, руководители коммунальных предприятий, руководители некоторых управлений, которым было что похвалиться, визуально показать. Некоторые заместители находились, скажем так, в зале и вместе со всеми, но не докладывали, потому что по некоторым направлениям особо и нечего доложить. Например, вопрос заместителей по финансам, кроме того, что мы... Сколько потрачено и сколько получено, да? Да, особо неинтересный отчет, но и кроме того, есть то достижение, которое мы сделали, нам показалось, что этого недостаточно для выступления, это то, что мы бюджет города перевели в систему открытый бюджет, open budget в интернете и присоединились к другим, немногочисленным городам Украины, которые свой бюджет показали в интернете для того, чтобы каждый желающий мог зайти на сайт open budget.in.ua и посмотреть, на что же расходуются деньги на влагоплательщиков в городском бюджете. В общем, вся программа была построена таким образом, что каждый из руководителей по определенным направлениям докладывал самые лучшие успехи и достижения, или то, чего раньше в городе не было, что считается нормой для других городов, в том числе за границей, но чего не было до этого раньше в городе. И нам есть чем похвалиться, если начинаем мы с начальников управления, то мы провели за предыдущий год, за 2016 год, инвентаризацию коммунального имущества. На сегодняшний день сейчас эта информация забивается в компьютер, забивается в базу данных, и скоро каждый николаевец сможет посмотреть, чем владеет город, чем он оперирует, и в частности увидеть на карте города, где это находится. То есть можно будет клацнуть, посмотреть фотографии, посмотреть состояние, посмотреть стоимость, за что мы сдаем в аренду, что мы эксплуатируем, какие предприятия у нас есть, какое у них есть имущество. Это всегда скрывалось от горожан, и вот мы это сделаем теперь публичным. Кроме того, это хороший мотиватор для всех, кто работает с коммунальной собственностью, работать честно, потому что это будет доступно всем публично, каждый сможет доследить, как изменилось, в какую сторону коммунальное имущество. Кроме того, нужно сказать, что с назначением нового начальника управления коммунального имущества мы получили более миллиона дополнительных денег в городской бюджет. За счет чего? За счет правильного сбора, за счет более эффективной работы с коммунальным имуществом, при том, что мы не индексировали цены, не повышали цены на имущество в предыдущем 2016 году. Просто разобрали, сколько должно стоить аренда этого имущества. Да, то или иное имущество. Были и руководители коммунальных предприятий, в частности, руководитель коммунального предприятия «Водоканал» рассказывал, какие успехи были за прошедший год, какую информационную систему они внедрили, как запустили проект, что я считаю одной из своих больших побед. Это совместно с новым руководителем КП «Водоканал» Николаем «Водоканал» мы запустили в работу грантовый и кредитный проект от Европейского инвестиционного банка, который 6 лет никак не запускался. Вот с приходом моей команды этот проект запущен. На сегодняшний день проводится... В чем смысл проекта, вкратце, если можно нашим зрителям? Вкратце, реконструкция очистных сооружений, а также реконструкция насосных станций «Водоканала». Суть того, что замена этого оборудования – это кредитный договор с Европейским инвестиционным банком, который позволит нам заменить насосное оборудование, в том числе и на станции первого подъема, который находится возле Днепра. Там стоят огромные насосы, которые молотят на всю катушку. Прикрытая задвижка просто регулирует напор. То есть туда будут установлены частотные насосы. Очень много разных модернизаций. В частности, в этом году мы уже приступили, был отыгран тендер на европейской площадке. Определен победитель. И сегодня уже проводится реконструкция очистных сооружений. То есть скоро можно воду из крана будет пить? Ну, дело в том, что мы... Ситуация такая, что воду мы берем из Днепра, тащим. Сбрасываем воду мы в Южный Буг. Надеюсь, что в скором будущем можно будет, как минимум, хотя бы летом купаться в реке. Хотя на сегодняшний день нормы сброса воды по водоканалу у нас и так хорошие. Ну, достаточно хорошие. Очень много просто нелегальных врезок, которые идут прямо в реку. Очень много сточных канав. Очень много людей врезаются в ливневые канализации в частном секторе, не желая проводить. Ну, мы обработаем и над этим. И это то, на чем стоит, собственно, улучшаться. Отчитался также и заместитель директора, потому что директор находился в этот момент в отпуске. Отчитался заместитель директора КП ЛУ Автодорог, который в этом году, как вы видели, работал более эффективно, чем в прошлом. Это отметили все, что дорогу и снег на дорогах магистральных мы чистили эффективнее, чем в прошлом. Всегда, когда мы говорим об эффективности, нужно говорить о том, что те же ресурсы, которые использовались в прошлом году, плюс три новых трактора. Мы в этом году приобрели всего три новых единицы универсальной техники. Почему универсальной? Потому что эта техника может летом работать в другом направлении, а не просто убирать снег. Только три дня в году, я утрирую, две недели в году убирать снег, а потом простаивать на базе. При том, что у нас появилось три новых зеленых красивых трактора, мы можем констатировать, что в этом году снег убирался лучше. И посыпка, и насуществлялась это все, потому что уже за полгода до начала снегопадов эти начали готовиться к зиме с лета, в полном смысле этого слова. Прошли инвентаризацию всех ливневок, куда вода будет стекать, провели маршруты, установили GPS-передатчики на технику. Фактически можно было с базы контролировать, как работает техника по городу. Кроме того, я, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить все компании, которые нам помогли своей техникой в уборке от снега города. Я не буду перечислять. Известные компании это Небулон, это Тепловозоремонтный завод, это Некотера, ну и много других компаний, которые уже все и не упомню. Включились в эту работу. Включились в эту работу, мы с ними заключили заранее договора, чтобы они могли нам помочь. И в этом году мы убирали в том числе и частный сектор. То есть, давно уже так не убиралось. Ну и в каждом направлении вот так вот был отчет. В каждом направлении, в котором там, то есть, направление, которое мы планируем делать в этом году, в 2017 были озвучены. Сегодня, я должен отметить, что мы вот, к примеру, и это отмечалось, вручали халаты и мягкий инвентарь нашим больницам Николаевским. Уже около более 10 лет мы не покупали халаты и костюмы для наших медиков. И в этом году мы впервые это сделали. Мы в дальнейшем планируем этим продолжать заниматься, чтобы люди, которые работают в медицинских учреждениях, могли чувствовать себя людьми и быть более, ну скажем так... Защищенными. Защищенными, да. Да, и в том смысле, что сейчас, на сегодняшний день они за свою мизерную зарплату должны также покупать себе халаты, потому что положено так выглядеть медицинским работникам. Если пройтись, в общем так, по замам, по заместителям, то мы разговаривали, рассказали о том, какие были успехи, сколько километров дорог мы в этом году сделали. В этом году мы очень, ну, ушли, скажем так, из центра более в отдаленные районы. Это моя принципиальная позиция. То, что те районы, которые все время были недолюбленными, мы потихоньку начинаем к ним возвращать свое внимание. Не потому, что хотели увеличить территорию города, а потому, что там тоже живут жители города, которые также требуют особого внимания. Разговаривали и о свещении, о том, что было около двух тысяч светоточек установлено в этом году, обновлено, новые лет светильники, установлен перегон до внешней, который у нас очень долго. Вот эти истуканы, которые не освещали на стадионе нашим центральном, которые долгое время стояли без светом, в этом году мы запустили их, установили под станцию. Это позволило нам провести там же концерт. И самое главное, что это позволило нам сегодня нашей команде играть в регламентированное время на стадионе полноценно и приглашать другие команды, а не играть на выезде в освещенных стадионах. И очень много таких мелочей, но еще нужно сказать, что очень много есть системных вопросов, которые незаметны простому взгляду. Давайте, может быть, о них и поподробнее расскажем, потому что действительно, скажем, люди знают о вашей работе, о работе вашей команды, больше из СМИ, которые, как правило, высвечивают какие-то недостатки, а о достоинствах умалчивают. Вы знаете, мы говорили об этом много, в том числе и об этом вопросе, и я обратился к СМИ с той просьбой, чтобы, ну, очень много очень информационных потоков, да, и в этих информационных потоках человеку очень трудно сориентироваться. И на сегодняшний день в городе Николаеве очень много вещей, которые происходят, ну, скажем, хорошим, в которых мы новаторы, или в которых мы впереди планеты всей. Ну, скажем так, по количеству установленных счетчиков учета тепла наш город является вторым в Украине. Первый Хмельницкий, а потом Николаев, то есть по количеству процентному соотношению жилья, которое мы установили. В следующем году, в этом 2017, мы планируем оборудовать, ну, все дома, все дома, где-то есть техническая возможность, оборудовать счетчиками учета тепла. Нужно сказать о том, что, к примеру, та же вода, да, тоже, ну, скажем, жизненно важный элемент, который есть у каждого в квартире. На сегодняшний день мы переходим от очистки жидким хлором до гидрохлорид, если не ошибусь, гидрохлорид натрия, который более безопасный и, ну, скажем, дает меньше гипохлорид натрия. Значит, он делает воду, ну, скажем так, менее опасной для каких-то там, для организма человека. Вот. Конечно же, мы можем говорить о том, что более 90% наших сетей сегодня в городе изношены, и замена таких сетей – это не краткосрочный проект, это очень долгосрочный проект. И мы планируем этим заниматься также. То, что мы запустили этот кредитный проект с Европейским институционным банком, говорит о том, что если мы отработаем его хорошо, качественно, прозрачно, публично и эффективно, мы можем говорить о том, что мы можем рассчитывать и в дальнейшем на сотрудничество. И то, что у нашего проекта наконец-то появился хозяин, уже радует наших партнеров с Европейского институционного банка. Далее, такие вот, ну, опять же, вещи, которые, казалось бы, ну, простые, да, там, инвентаризация коммунального имущества – это вещи, которые просто необходимы. То есть, мы можем оценить, чем владеет город, сколько город, какое, ну, скажем так, какое богатство есть у города и как с ним дальше эффективно управляться. Если мы говорим о наших, ну, скажем так, направлениях медицины, мы сейчас занимаемся внедрением электронной карточки пациента. Мы не говорили об этом, но, как бы, мы сейчас собираем информацию, каталогизируем ее, получаем информацию, скажем, из других городов, как они это у себя настроили. Я очень часто говорю, что вот мы, украинцы, мы все время ищем свой уникальный путь, какие уникальные решения, уникальные решения существующих проблем, которые все уже давно решили. И в некоторых вопросах не стоит идти и выдумывать, просто нужно взять и скопировать. Не стоит изобретать велосипед, да, взять готовую методику. И в частности была презентована также программа, интернет-сайт, который мы в ближайшее время запустим, она сейчас наполняется информацией, которую нам помогли наши коллеги из города Славянск, Донецкой области, в которой информацию и веб-сайт, на котором каждый житель с выходом в интернет сможет попасть на сайт и посмотреть, как голосовали те или иные депутаты, посмотреть в записи ту или иную сессию, посмотреть в записи ту или иную комиссию. То есть фактически мной обещанный депутат ТВ в действии, и каждый сможет посмотреть по итогу года трех-пяти, стоит ли голосовать снова за того депутата, который по его округу, или он ни разу не ходил на сессию и не лоббировал интересы людей, которые за него голосовали. Ну, в общем, впереди у нас очень серьезные проекты, которые касаются архитектуры и градостроения. Это как градостроительный кадастр, так называемый, это многослойная карта, на которой можно будет отразить те же люки, чтобы за ними следить, те же трубы, те же слоями, временные сооружения, так называемые ларьки, будки, как их называют. Разрабатывается вот эта градостроительная документация, и на сегодняшний день мы проводим инвентаризацию некоторых земель. У нас есть несколько новых детальных планов территории, которые позволят нам развивать город. Сейчас мы занимаемся также развитием индустриального парка. После того, как мы его зарегистрируем, мы сможем уже предлагать его в качестве места для размещения компаний, производств, которые на сегодняшний день не могут найти себе землю в городе и зайти сюда, потому что вся земля фактически уже находится в собственности. Вот только вот такие места, как индустриальные парки, будет возможность технологическим производством заходить в город Николаев. Что впереди? Ну, впереди, скажем, сложная работа, которая в первую очередь касается сферы ЖКХ, потому что люди очень часто замечают какие-то вопросы, связанные с медициной, с образованием, со спортом и так далее. Но при этом они всегда замечают о том, что у них там в подвале течет труба, то, что крыша протекает, то, что не отремонтирован внутриквартальный проезд и прочие вещи, которые мы хотим систематизировать и сделать вот такую систему, где все эти вещи на карте также отражались все, скажем так, проблемы, которые нерешенные, решенные, чтобы мы это могли систематизировать. Потому что на сегодняшний день это и есть вид, но в виде невизуальном и, скажем так, это очень трудно контролировать. Также мы рассказали о том, что у нас увеличилась штатная численность. Я не стесняюсь этого говорить, когда рассказывают о том, что мы плодим дармоедов и прочее с увеличением штатной численности. Я стараюсь объяснять людям, чтобы они понимали, что произошло. Ну вот есть как раз возможность. Да, что это за люди, как они появились. Многие говорят сейчас по телевизору, я это чуть слышу как городской голова, ну вот, конечно же, у громады получились деньги. В жизни так не бывает ничего, что просто так тебе что-то дали бесплатно. За что? За все надо обязательно платить. На сегодняшний день государство в процессе децентрализации дает нам не только деньги, но оно также дает нам и обязанности. В частности, на сегодняшний день министерство юстиции нам передало на местный уровень очень много функций, в том числе и регистрации, имущества, и прав, и собственности, и юридических лиц. То есть, очень много вот таких вот вопросов, которые мы будем производить у нас в Центре предоставления административных услуг. Впереди у нас и регистрация браков, и регистрация оружия, и регистрация автомобилей, и получение водительских прав. То есть, все это будет делегировано нам. Также нам делегированы на местный уровень сервисы государственной архитектурно-строительной инспекции. То есть, мы сейчас создаем новый, и вот когда эта новая структура войдет в действие, мы будем полноценно работать с этой архитектурной инспекцией. Также хочу всем сказать о том, что я прошу всех, пользуясь возможностью граждан, николаевцев, имея возможность пойти и просчитать себе субсидию. На сегодняшний день процедура оформления субсидий намного упростилась. Количество документов минимальное, нужно заполнить декларацию. Там нужно, если многие говорят, ну со мной прописаны родственники, которые уехали за границу, но они прописаны. Не переживайте, инспектор выйдет к вам домой, инспекторы проверят, что соседи ваши укажут, был ли там или не был человек, вы сможете получить государственную невозвратную компенсацию. То есть, есть также, очень часто слышу бред, более по-другому никак не могу назвать, что субсидию нужно будет отдавать. Это бред, это вредо, никаких субсидий возвращать не нужно. Это безраздная финансовая помощь для жителей, для того, чтобы они могли со своими минимальными доходами выжить в сложное время, когда мы торгуем и покупаем газ по мировым ценам. Зарплаты у нас далеки от мировых, поэтому государство помогает пережить людям с социально незащищенным статусом. Я себя еще хочу заметить. Мы в прошлом году, в прошлом сезоне наших программ, мы делали 5 или 6 программ, посвященных субсидии. И я тоже слышал вот такие высказывания о том, что вот человек пошел, я говорю, покажите мне этого человека, я его готов привезти в студию, историю его рассказать. Но, к сожалению, я ни одного человека такого не нашел. Если вы знаете, вдруг люди, которые вернули субсидию, пожалуйста, звоните в студию, мы обязательно приедем это все, снимем и покажем. Но, к сожалению, это как летучий голландец. Он вроде есть, его как бы нет. Ну вот, в этом смысле, то, что нам делегировали такие полномочия, ну, максимально увеличили количество выдаваемых субсидий, мы в том числе должны были разместить большое количество людей в пунктах. На сегодняшний день у нас более 20 пунктов, по-моему, 26 пунктов оформления субсидий. И очень много вещей, которые, например, мы сейчас меняем. То есть на сегодняшний день, например, медики у нас занимаются тем, что и лечат, и строят. То есть занимаются капитальным строительством и капитальными ремонтами медики, преподаватели, спортсмены, культура. Это неправильно, я считаю. И так было до этого. Впереди у нас создание муниципального управления капитального строительства, в котором эти медики и преподаватели, учителя будут заказчиками. То есть мы заказали, вы для нас подстроили. Вы отыграли тендер, вы выбрали победителя строительной компании, вы контролируете, вы проводите технодзор. То есть это количество людей, которые сегодня работали как в коммунальном предприятии, они вернутся в структуру, и они тоже в этих 200 человеках. То есть фактически, кроме денег в процессе децентрализации, мы получаем еще вопросы, которые мы можем решать на месте, без, скажем, обращения в центральные органы власти. Ну и самое главное, что я считаю таким мотивирующим фактором, и то, что было презентован новой заместитель городского главы, это вопросы энергоэффективности и энергосбережения. Это мировой тренд, это необходимость, то есть энергетическая безопасность, это одна из ключевых, скажем, таких безопасностей, должна быть для страны, и в том числе для нашего города, так как мы стремимся идти в цивилизацию. Поэтому в этом году в процессе децентрализации мы также получили и возможность, невозможность, но нам делегировали оплату коммунальных услуг на наших социальных предприятиях. То есть если раньше было так, что нам из государственного бюджета приходила субвенция, мы ее тратили здесь на отопление, там на все, на воду и так далее, а потом то, что оставалось, отправляли назад в государственный бюджет. На сегодняшний день мы не будем получать деньги, так как мы деньги получили из других сфер, источников мы получаем их в местный бюджет, и потом то, что мы сэкономили, остается нам. То есть появляется мотивация экономить, утеплять объекты социальной сферы, школы, больницы, садики, и тогда утепляя их, и получше повышая их энергоэффективность, мы можем уже экономить свои деньги, а эти потраченные деньги опять же укладывать в эти же садики, вкладывать для их модернизации и так далее, то есть улучшения материально-технической базы. Это то, вкратце, что можно сказать о децентрализации. То есть децентрализация – это не просто дали денег, чтобы мы себе здесь хорошо жили. Это, конечно же, и дополнительные ресурсы, и дополнительные обязанности, которые мы должны выполнять. И выполнять дополнительные обязанности тем же количеством людей, которые были у нас до этого, мы физически не можем. Это невозможно. Александр Федорович, у нас осталось буквально 3 минуты, даже 2. Очень кратко поясните, пожалуйста, что происходит с этим… Вот у нас сейчас тренд номер один – это повышение тарифов. О каких тарифах идет речь? Как они будут повышены? Будут ли они повышены? Вот вкратце для наших зрителей расскажите нам, о чем идет речь. За 2 минуты, конечно же, не удастся объяснить, но мы не повышение, это называется не повышение тарифов, а введение по домовых тарифам. Ведь на самом деле у нас все сейчас, на сегодняшний день, все жители, вне зависимости от состояния их жилого фонда и инвестиций из городского бюджета в их жилой фонд платят одну и ту же сумму. Введение по домовых тарифам означает, что некоторые дома будут платить больше, некоторые будут платить меньше, но при этом это будет социальное равенство. Почему? Потому что люди не будут платить за других. То есть другой вопрос – контроль услуги. На сегодняшний день мы хотим прописать конкретно какие услуги, и включая в подомовом тарифе, когда мы утверждаем его цифру, мы будем указывать, какие услуги будут предоставляться. И за счет этого каждый дом сможет контролировать эти услуги. Если людям кажется, что эти услуги не оказываются, они всегда могут создать себе ОСМД. В этом году, и наша программа самая щедрая в Украине, я считаю, что это лучшее должно быть. Надо не палкой загонять людей в ОСМД, а использовать пряник. Работает программа 90 на 10. Люди могут организовать ОСМД и сделать восстановительные работы себе по крыше и все остальное, приведение в порядок. То есть вот эти тарифы в среднем на одну квартиру повысят стоимость квартирной платы до 60 гривен, где-то вот так. То есть, например, квартира на 70 метров в пятиэтажном кирпичном доме, трехкомнатная, повышение произойдет на 100 гривен. Это квартплаты. Но опять же, если люди себе оформили субсидию, то больше, чем они платили, они не будут платить. А те деньги, которые будут выше той суммы, будут компенсироваться государством в эти ЖЭКи. На сегодняшний день у нас есть ЖЭКи коммунальные и частные. И говорить о том, что мы помогаем себе, там, дармоедов плодим, и там они не оказывают услуги. На сегодняшний день услуги у нас оказываются в тарифе за 2009 год. В 2009 году в последний раз поднимали тариф. И зарплата в 680 с чем-то гривен уже не отвечает сегодняшнему времени минимальная. Ну что ж, я думаю, что мы по поводу тарифов еще поговорим. Они будут опубликованы везде в газетах. Мы все это опубликуем. Расчеты, методики и все. То есть, все должно быть публично, прозрачно. Это не очень непопулярная мера для политиков, для городских голов. Но это необходимость, потому что по-другому никак мы не спасем этот жилой фонд. Спасибо, Александр Федорович. Спасибо зрителям, что были с нами. Напоминаю, что завтра в программе «Контраргумент» мы будем говорить о детях и влиянии интернета на наших детей, что формирует наше мировоззрение. А в пятницу в программе «Детали» мы вернемся к обсуждению тарифов с одним из депутатов городского совета и расскажем, что же там происходило на самом деле, что это было за голосование, кто на этом играл в политические игры, кто пиар игры, а кто делал свою работу. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующую среду. До свидания.